Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры. Рад вас поздравить с наступлением в следующей рабочей неделе с переходом на восьмой этап развития технологий группы компании SkyWay с измененным дисконтом, но тем не менее никто не отменял того, что мы привлекаем инвестиции в реализацию технологии, о которой сейчас был ролик буквально, и увидели ролик, которому, наверное, на сегодняшний день около восьми-десяти лет, чуть-чуть меньше, то есть этот ролик о том, что было сделано Анатолий Благодаровичем в десятых годах нашего тысячелетия, то есть в начале нашего века, касаемо технологии SkyWay. Речь у нас сегодня с вами пойдет о компании SkyWay Capital, на презентации именно этой компании вы находитесь, на этой неделе будет целый ряд мероприятий, одно из них у нас состоится в среду в 17 часов в это же время, время, раньше мы в это время проводили вебинары по личному кабинету, но в последний месяц мы делали презентацию. Вот на этой презентации в среду мы с вами разберем целый ряд интересных моментов, потому что огромное количество людей и лидеров, которые развивают бизнес в регионах, и просто партнеров часто задают вопрос, а где вы взяли такой ролик, скажем так, как бы мне этот ролик получить и так далее, и так далее. В среду будем учиться, как легко находить информацию, как ее можно скачать на свой компьютер, как можно в конце концов для лучшего усвоения информации, чтобы доносить ее на презентациях и так далее, можно даже сделать звуковую дорожку с такого либо ролика, либо с такого мероприятия, просто-напросто путешествия в транспорте, если вы не за рулем, например, а если даже за рулем можно включить проигрыватель на флешке и слушать информацию, впитывать ее, владеть каким-то количеством фактов, материалов и так далее. То есть все это можно делать, ну, может, наверное, привожу пример своей жизни, когда я стал сотрудником компании SkyWay, это было в июле месяце 2014 года, были определенные требования к сотрудникам, что мы должны были через какой-то короткий промежуток времени знать о технологии, такие вопросы, ну, целый ряд, скажем так, вещей, по которому руководство потом оценивало, да, насколько ты въехал в тему, насколько ты можешь донести информацию потенциальным партнерам, инвесторам и так далее. То есть я просто брал обычный мобильный телефон, надиктовывал себе, да, ответы на вопросы и в электричке, пока ехал от Одинцова в Подмосковье здесь до Москвы, до Беговой там, занимал где-то 25 минут, просто слушал. Вот, и это, в принципе, отложилось у меня в памяти и, в принципе, многие вещи я помню еще с тех пор. К большому счету, вот то, что мы, то, что я сказал, то, что мы будем делать в среду, это может сделать абсолютно любой, неважно, являетесь вы компьютерным грамотным человеком или нет, но единожды это сделав, только единожды, скажем так, посмотрев, как легко пользоваться сервисами, которые позволяют скачивать ролики на компьютер, скажем так, да, и из каких каналах взять, и как сделать аудионарезку, то есть вы это сможете делать сами, а потом передавать это своим партнерам по бизнесу, тем людям, которых вы привлечете в этот проект и так далее. Итак, коллеги, презентация проекта компании Skyway Кэпса, она, в принципе, всегда у нас состоит из двух частей, первая из них, это непосредственно рассказ о технологии, с которой мы работаем, которую мы выводим на международный рынок, транспортные технологии, далее можно сказать более шире технологии струнного транспорта, либо струнных технологий, потому что струнные технологии, они, скажем так, все включают не только струнный транспорт, да, то есть транспорт второго уровня, о котором мы говорим в основном, скажем так, львиную долю времени и на презентациях, и в целом. Это также строительство москов, строительство звездно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, это строительство зданий высотного и коттеджного типа, это строительство портов, которые могут быть вынесены в акваторию морей, океанов, озер, да, на естественные глубины, что экономит огромное количество денежных средств, скажем так, абсолютно делают ненужными работу по углублению фарватера, созданию береговой линии и так далее, и так далее. Это все струнные технологии. Мы же с вами все-таки большее время будем уделять непосредственно транспорту, да, транспорту второго уровня, транспортным технологиям. Ну и, конечно же, человек, который все это дело придумал в 70-х годах прошлого столетия, который сегодня продолжает реализовывать свою технологию, невзирая, скажем так, на те жизненные моменты, да, то, что происходило, скажем так, в технологии, и хорошее, и, может быть, не совсем хорошее. Важно, что он отставит свою точку зрения, важно, что он стремится к реализации технологии и выведению ее сегодня на мировой рынок, к чему мы сегодня очень близки, да. Благодаря вам, благодаря вашей помощи, благодаря тем инвесторам, которые поверили в 2014 году в технологию, Юницкого, увидели перспективу в реализации данной технологии, да, ну и сделали первые шаги. Для компании было важно сделать первые инвестиции, на которые в дальнейшем, скажем так, осуществлено очень много, и мы сегодня с вами еще увидим, что было проделано на эти деньги. Итак, Анатолий Юницкий родился на территории бывшего Советского Союза, я думаю, большинство из вас знают, что было такое государство, которое входило в 15 союзных республик, да, он родился на территории Беларуси, Гомельской области, поэтому мы его называем российским, белорусским, советским ученым, предпринимателем, изобретателем. Дважды в процессе разработки технологии струнного транспорта Анатолий Юницкий удостаивался, скажем так, грантов Организации Объединенных Наций, то есть эту структуру выделяло денежные средства на развитие технологий на основании тех экспертных оценок, которые давали специалисты Организации Объединенных Наций. В начале своей деятельности, в начале, скажем так, на заре развития струнных технологий Анатолий Юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР, это было в 80-х годах прошлого столетия, в это же время проходила первая научно-практическая конференция на территории Республики Беларусь в городе Гомеле, на которой присутствовали несколько человек космонавтов, то есть были герои Советского Союза, которые присутствовали на данной конференции. За время работы над технологией Анатолия Юницкого более 140 изобретений, на сегодня целый ряд, несколько десятков из них реализованы на практике. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ и с большим количеством материала вы можете познакомиться непосредственно на сайте www.unitsky.com. Это сайт инженера Юницкого, как он сам его называет. На нем есть большое количество технической информации, экономическое обоснование, почему данная технология, скажем, сегодня перспективна, почему она выгодна по сравнению с теми транспортными системами, которые мы сегодня с вами в повседневной жизни видим вокруг себя. Автомобильный транспорт, водный, воздушный, самолеты и вертолеты, да, и железнодорожный транспорт во всех его исполнениях, начиная, скажем так, от грузового, заканчивая высокоскоростными железными дорогами, которые в целом ряде стран получили широкое распространение и в Европе, и в Азии, в Японии, например, да, в Китае. Далее, три высших образования, которые Анатолий Дарович получил в процессе, скажем так, движения по своей жизни, это инженер транспорта, проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений и патентные правила изобретателей, что он сегодня реализовывает непосредственно здесь, на практике технологии под названием SkyWay, в переводе с английского это небесная дорога, либо небесный путь еще можно сказать, да, way это дорога, путь, Sky это небо. На данном слайде вы видите целый ряд преимуществ, да, технологий по отношению к тем транспортным системам, что я уже называл, мы имеем дело не с каким-то отдельно взятым транспортным средством, а с совершенственным автомобилем, либо с совершенственным тепловозом, либо пароходом каким-то волшебным, да, который быстрее гребет, чем все предшественники на сегодняшний день, либо самолет, который может летать быстрее, комфортнее и так далее. Мы говорим о целой транспортной системе, которая включает инновационную инфраструктуру, это и сама путевая структура, которая поднята над землей, и здания, скажем так, вокзалов, погрузочно-разрушенных терминалов, если говорить о грузовом SkyWay, то есть это все то, что сегодня, в принципе, до этого момента нигде не было применено. Хотя Анатолий Дарович Ницкий любит говорить следующее, что ничего, скажем так, сверхъестественных технологий он не придумал, да, он просто объединил в одном месте знания и опыт, да, которые известны человечеству, что-то десять лет, что-то там пятьдесят лет, что-то более, сотни лет. И все это, скажем так, объединилось в технологии под названием небесной дороги SkyWay. Итак, коллеги, я думаю, что лучше, чем посмотреть ролик о технологии, о ее преимуществах, да, я могу долго рассказывать, но если вы увидите видеоматериал, который займет у вас, в принципе, не так много времени, около пяти либо шести минут, чтобы понять, что я представляю технологию, ее выгоды, как она выглядит, я вам предлагаю этот ролик посмотреть, а дальше мы с вами еще поговорим немножко о технологии и о тех предложениях, которые уже вступили в силу по направлению инвестиций, по направлению, скажем так, денежных вложений, по направлению собственности, потому что вы можете стать собственниками технологии, перспективы которой в ближайшее время охватить 30-50% всего мирового транспортного рынка. Вот о чем идет речь. Итак, коллеги, будем смотреть ролик, а потом будем с вами, скажем, общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Порядка 170 метров вы видите здесь на снимке эстакада, на которой на стальных колесах взбирался грузовик весом более 12 тонн. Как любит говорить Сергей Сибиряков, питьевая структура, метр которой весит меньше 100 кг, смогла удержать на себе более 12 тонн грузовик, который взбирался вверх, спускался вниз, то есть еще были нагрузки при передвижении данного транспортного средства. Мало того, во время того, как у Анатолия Даровича был свой собственный предписательный полигон тестовый участок, был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний. Целый ряд международных делегаций посещали полигон и давали свою оценку, увидели, как может выглядеть транспорт недалекого будущего. Эксперты целого ряда структур, имеющих отношение в первую очередь к транспортной отрасли, тоже давали свои экспертные оценки и заключения. На сайте вы их найдете гораздо больше, а на следующем слайде вы просто увидите те структуры, которые давали свои экспертные оценки, начиная с Института проблем транспорта РФ и заканчивая организацией обменных наук. За все время работы с технологией было получено порядка 50 патентов. Анатолий Дарович активное участие принимал в различных международных форумах, посвященных транспортной тематике. В первую очередь на третьем этапе развития технологии было получено большое количество наград, золотой медалей, скупков различных премий. Ну и в первую очередь, конечно же, это первый золотой коллективный проект года транспортной отрасли, то есть две премии золотой коллективной были получены в эту промежутку кремии. Одна из них, каждый день смотрит на меня, в который я сейчас нахожусь. То есть, в принципе, технология на третьем этапе своего развития, когда был свой собственный полигон в озере, то есть питательный участок, она получила, скажем так, известность, будем говорить таким образом. То есть не признание еще, но известность. Потому что во многих средствах массовой информации, печатных, и на телевизионных каналах, центральных телевизионных каналов, региональных телевизионных каналов, говорилось о технологии, которую разрабатывает Анатолий Дарович. Эти видеоматериалы вы тоже можете найти на наших сайтах, на наших интернет-страницах. А те из вас, кто придут в среду в 17 часов на наш реминар, мы по этим страницам все пройдемся. Посмотрим, что где находится, как легко находить материалы, как их можно, скажем так, в итоге приобретать себе на компьютере, потом знакомить своих окружающих вас людей с информацией о развитии нашего проекта, технологии и так далее. Итак, друзья, 2014 год, когда, я вам сказал, была привлечена первая инвестиция в наш проект, он именовался еще тем, что в городе Минске было открыто научно-производственное предприятие, на котором сегодня в 15 конструкторах студентов трудится порядка 200 человек и делают каждый день простые шаги во благо реализации данной технологии. Приближают с каждым днем тот момент, когда мы продемонстрируем эту осенью движение, действующий, скажем так, не модель даже, а промышленный образец городского транспорта. И вот в процессе развития технологии, уже, скажем так, здесь, когда была создана компания Skyway, пришла идея создания так называемого юнибайка, то есть легкого транспортного средства, который передвигается посредством электродвигателя, еще, скажем так, силы людей, которые едут в этом транспортном среде. Но скорость развивает там до сотен, даже более километров в час. И на это очень внимательно смотрели целый ряд делегаций, которые находились на международном форуме и на трампах. У нас есть роли в записи с представителем Ирландии, которые присматриваются к данным транспортным средствам, нас очень интересовало, с целью развития туристической отрасли Ирландии, то есть у них даже в голове появились примерные маршруты, где они там могут применять. Ну, об этом чуть-чуть видно. 15-й год, то есть 14-й год был установочный, 15-й стал переломным в плане реализации технологий, потому что именно в 15-м году определились с участком местности бывший конкодром в Минске области в Пуховичском районе, далеко от города Мариногорска, 36 гектаров. В июне месяце мы данную землю получили во владение, скажем так, на долгосрочную аренду. 29-го июня была занесена запись в регистр недвижимого имущества Республики Беларусь, то есть все это зацеплено, скажем так, периодически, за предприятием струнной технологии, которым руководит Анадолий Борочиниц. В июле месяце начались первые работы на территории Экотехнопарка, сегодня это так называют не тестовый участок, не полигон, а можно даже сказать, центр демонстрации, сертификации, технологии скорее Экотехнопарка. В июле начались первые работы, изыскательские работы, проба грунта и так далее. В августе началось полномарштабное строительство того, что сегодня, скажем, обстроено, скоро будет демонстрировано людям из разных, скажем так, кругов транспортной отрасли, чиновников различных уровней целого ряда стран, которые были приглашены на территорию нашего Экотехнопарка, чтобы подъединить столичность, посмотреть, что еще представляют действия грамотов по технологии построения, технологии строения. Далее, важными вещами 2015 года стал приезд Грога Холка, это Экхмедитриюзн Австралии, который в своей жизни, скажем так, со своим предприятием, которым он руководил, реализовал не один крупный конструкторный проект и на сумму там выше 10 миллиардов долларов США. Его заинтересовала эта технология, он приехал в сентябре месяца 2015 года, познакомился на Толго-Дарочем Минске, как бы, скажем, он попроился, понял, что из себя представляет транспорт, а он человек-практик, который знает, скажем так, как внедрять какие-то инновации, ноу-хау в жизни, применять на практике. В итоге сейчас Росклуб руководит нашим австралийским предприятием и как раз то, что то, что он, о котором я говорил, интеллектуальной транспортной системы, он вместе с представителями компании Ауркон, которые приезжали к нам уже в 16-м году, в июне месяце, тоже познакомился с технологией, с генеральным конструктором, с сотрудниками нашего предприятия, посмотреть, что было наработано, скажем так, в промежутке времени меньше года, они были очень, скажем, удивлены тому, что увидели, и с большим энтузиазмом сейчас работают в направлении реализации нашей технологии на австралийском предприятии. Этим занимается, сопровождением нашего проекта на территории Австралии занимается компания Ауркон, которая принимала участие в строительстве самого высокого на сегодня любостреба в мире. Буршка-лифа. Далее, 15-й год, чем еще важен был для нас? В сентябре был получен так называемый международный инфекционный костерной бумаги, процедура, в принципе, которую проходят все публичные компании, акции, которых сегодня потребуется международная биржа. В октябре месяце состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway, это было в октябре, 17-го числа, был продлен дисконт на три дня седьмого этапа, и как раз это было привязано к тому, что именно год назад, 17-го октября, это была большая информация о продлении натридного дисконт выделена, годовщина и закладка нулевого километра дороги Skyway в Минской области и далеко от города Марино-Горка. Далее, в 15-м же году группа компаний Skyway в предприятии струнной технологии Минск-пуховнической райисполковной принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». То есть, часть денежных средств, которые были разбиты порядка на два десятка проектов, которые предлагались с целью получения финансирования собственного развития, часть этих средств была выделена на наши технологии и пошли на строительство технопарка. Очень важный момент, который произошел в 15-м году, это принятие решения руководства группы компании Skyway на переход привлечения инвестиций по методу рассрочки. То есть, людям, которые стали становиться нашими совладельцами технологии, совладельцами пакетов дали компании, было предложено инвестировать на значительные ежемесячные денежные средства, а в итоге на выходе получать очень приличный, солидный пакет дали компании. То есть, становиться собственными крупными пакетами. Это выгодно людям, с одной стороны. Это выгодно компании, потому что наперед на 8-9-10 месяцев, потому что у нас есть пакеты в расстройках именно на эти сроки, можно видеть, какие денежные средства потенциально придут минимум в нашу технологию, можно спланировать все работы, которые необходимо выполнять на каждом этапе. То есть, это выгодно и компания, и инвесторам. Это был 2015 год. 2016 год ознаменовался тем, что в начале этого года Анатолий Дарвич Чернинский написал письмо Дмитрию Медведеву. Была история, интересная история, после которой перестал, в принципе, существовать полегон в подмосковном городе Озера на госсовете в 2009 году, когда Медведев был президентом. Наша технология представил губернатору Ульяновской области и предложила внести список критический для развития индивидуров Российской Федерации. По-разному отнеслись люди, находящиеся на этом госсовете, который был выездной в Ульяновске. Там были все губернаторы всех регионов Российской Федерации, были внести в Космосе и внести кто-то смеялся, кто-то, скажем так. Кто-то, спал, взял. Медведев сказал, да, это самое финноватное, но вот найдите деньги и развивайтесь, пожалуйста. Хотя было принято решение дали распоряжение Минтрансу изыскать порядка миллиарда рублей на реализацию технологии в Ульяновском регионе. К сожалению, через неделю после данного мероприятия полигона в подмосковном городе Аверно-Стал. Причины никто не называл, не говорил, то есть генеральный конструктор остался, в принципе, в свое детище, которое на тот момент, скажем так, внушало, наверное, ситуацию уже строительства дорог на территории Российской Федерации как минимум, потому что на третьем этапе развития технологии во время существования полигона в подмосковном городе Озера был подписан в целый ряд государственных контрактов на строительство дорог, ну, по крайней мере, Собаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Эти материалы вы тоже можете найти на сайте www.sterdw.ru Так вот, в начале 16-го года Анатолий Дарвич написал письмо Дмитрию Медведеву, где поблагодарил премьеру Российской Федерации за то, что он обратил внимание на технологию в далеком 2009 году и пригласил его в конце этого года посетить чего достиг сам Юнистский как генеральный конструктор и предприятие, которым он руководит в плане реализации данных видов транспорта. Далее, 11-го числа, 11-го февраля 2016-го года Экспертный совет Министерства транспорта и Федерации признал технологию Юнистского и инновационного. Это очень важная вещь, от которой мы долго шли. Долго слышали нас мышцы, скажем так. Тех людей, которые говорили вы занимаетесь непонятно чем, Юнистскому часто перепитаны ученые, которые поименуют технологию, занимаются непонятно каким проектом, привлекаешь средства, отбираешь людей и так далее, и так далее. Важно, что мы двигались в нужном направлении и, в принципе, вы понимаете, никакой хайковский проект пирамиду Минтранс Российской Федерации не может признать на ученые. Для нас это было очень важно, очень сильно этому работе. Тот же экспертный совет, рабочее заседание группы экспертного совета в марте месяца признает технологию перспективной, в принципе, признает перспективность использования данной технологии в территории Российской Федерации. То есть, дано распоряжение Комитету по импортозамещающим технологиям, где-то в тесно сотрудничестве с предприятием струнной технологии, с целью, скажем так, дальнейшее взаимодействие и уже после демонстрации на территории Эпи-технопарка в Республике Беларусь всех возможностей транспорта Skyway, наметить конкретные, скажем так, места и рассчитать все, насколько это будет эффективно по сравнению с теми технологиями, которые сегодня Минтранс не веряет в разных глубоках Российской Федерации. В планах на 2016 год у группы компаний Skyway было следующее, это построить действующую городскую трассу на территории Теснофарка, легкую трассу, все не байки, начать строительство и объявить максимальное завершение грузовой трассы Skyway. На 2017 год это продление участка до 15 километров длиной целью демонстрации возможности высокоскоростного Skyway. Транспортное средство нужно будет разгонять до 500 километров в час, чтобы потом оно еще все растормать. Поэтому нам нужно участвовать в порядке 15 километров. Поначалу заявлялось это 30. Но уже инновации, которые внесли люди и лично Анатолий Дарович и университет в свою технологию позволяют сократить это длину в два раза. То есть успеем разогнать и затормозить на 15 километровом участке. Далее, 23-24 числа прошло мероприятие на территории Республики Беларусь под названием «Нокофестиваль», на котором было несколько, скажем так, сотен наших объектов, более 700 человек. Люди воочию смогли убедиться, что инвестиции, которые они делали в 400-м годов, они просто туда-то пропали. Они пошли в конкретную стерилизацию. Они увидели, что что было проделано на тот момент. Но даже сегодня, если бы мы в том же составе при этом на территории Технопарка, я думаю, мы очень сильно удивились, потому что все очень быстро видоизменяется и развивается. Далее, очень важным мероприятием, которое было буквально недавно, в сентябре месяце 2016 года, стало мероприятие, прошедшее в Берлине, на территории Евросоюза под названием «Инотранс». Это крупный международный транспортный форум, который проходит раз в два года. Из 200, почти 800 тысяч компаний, стенд группы компаний «Скайвэй», которая представляла 5, скажем так, выставочных инжентляров, это, вы видите, охранный модуль, это, скажем так, «Ленибайк», «Ленибус», который там был, да. 60 самых посещаемых стендов вошел наш стенд, это, скажем, большой плюс. Далее, параллельно, фактически, с началом форума на территории Евросоюза, специалисты группы компании «Скайвэй», лично Анатолий Дарчуниский, получил приглашение от Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии принять участие в Белорусской транспортной неделе, по-другому это называлось выставка «Транспорт и логистики 2016». Это был международный форум, который прошел открыто в Маниже, на проспекте победителей. И, в принципе, этот форум принес, на «Инотрансе» было очень много, скажем так, узлов. Вы можете найти огромное количество видеоматериалов, интервью с известными людьми. Наш тент посещали, скажем так, и конкуренты, начиная от Симонса, который в транспортной отрасли ведет огромное количество правительства, и заканчивая, скажем так, представитель из таких стран, в которых нам шагал перелик, планету Симонс и Депоник. Целый ряд, скажем так, представителей островных государств посещали наш тент и задумывались над тем, чтобы не метро строить подлинное, а именно развивать вот такой трамп. Представители Ирландии я вам сказал, да, у которых в своем смысле выручили байкер в туристической сфере на территории Ирландии и потенциальных, скажем так, проектов, адресных проектов, которые после «Инотранса» могут возникнуть в тех, кто не несет. На выставке «Трамп-экологический» в 2016 наш стенд посетил первый заместитель премьер-республики Беларусь, вы видите фотографии по середине и верхнем леду, и Анатолий Дарвич заручился его поддержкой податай, что скажем так, перед премьером, перед президентом Литвы и Беларусь по выделению как раз-таки земли под продлением участка до 15 километров города Марина Горка в сторону МИК, чтобы демонстрировать в итоге дальнейшую еще уеху к страстности. Три министра транспорта Польши, Литвы, Беларусь и посещали наш стенд и тоже заручились, скажем, мы заручились их поддержкой, они предлагают помощь. Далее, буквально на следующей неделе после трансфер-экологики состоялся следующий форум. Он назывался Энергетический и Экологический форум, проходил там же, в Манеже, и наша технология была представлена на этом форуме. Здесь уже было даже 14 сетям мира, вы увидите, в Великобритании, начиная с Беларуси, автор Германии, Дании, Италии, Литва, Польша, Россия, США, Украина, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Министр энергетики Республики Беларусь тоже пообщался с Анатолием Даровичем на этой выставке, вы можете найти ролики, которые у нас есть в разделе новостей, и тоже сказал, чем можем, мы вам поможем, давайте развивать, мы вас поддерживаем. И параллельно, я уже говорил, что проходила выставка на территории Австралии, то есть в этом году интеллектуальные транспортные системы были отданы, скажем так, Австралии, потому что он проходит в разных странах, и нашу компанию, там, представляю, наши технологии, компания Аэрком, и Росклуб. То есть, я думаю, что в ближайшее время мы получим более подробный отчет о том, что проходило в Австралии. Мы часто на своих вебинарах говорили о том, что все чаще и чаще средства массовой информации рассказывают о нашей технологии. Действительно, это так, потому что где-то начиная с марта, апреля месяца, каждую неделю сначала появлялась там не только публикация, а потом, скажем так, 5-7, более десятка. Только за время действия мероприятия, которое проходило в Берлине, иностран, РЖД-партнер, о котором мы тогда помнились, мы рассказывали, захлёп БО, РЖД-партнер, обратите на нас внимание, трижды за 4 дня печатала статья о нашей технологии, и после этого, после окончания на транс, еще дважды. Одна из них вышла таким подробным и большим интервью, которое взял корреспондент РЖД-партнер Наталья Горщенко. В журнале специалистов в сфере финансов Криса Принципи, он владеет двумя журналами, Финфьючерс и Фонейшнл Акей, была напечатана статья про наши технологии. И данные журналы 3000 журнала были рождены на крупном международном форуме, который проходил в Шрицарии в банковской сфере по системе перевозов СВИФК. Да, вот эти журналы выросли. Ну и, конечно же, Тутбай, буквально акрив, выделив важный момент, это самый крупный интернет-портал Беларуси, перед как раз мероприятием, которое проходило, название «Трамп на белорусской неделе», разместил подробную статью об этом крупном форуме и подробно расписал то, что о данном форуме будет представлен струбный транспорт, технология белорусская, которая развивается в Беларуси, и она была представлена на крупном международном транспортном форуме в Берлине. В принципе, это то, что я хотел, скажем так, рассказать о технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. Я, наверное, не буду сегодня показывать ролики о посещении, скажем так, нашего выставочного стенда премьер-министр Республики Беларусь. Одно еще хотелось бы добавить. Помимо того, что вот сейчас последний месяц был целый ряд форумов, где мы принимаем участие, ни на минуту не продолжались работы, которые проводятся на целом ряде предприятий сателлитов, где изготавливаются узлы, агрегаты, элементы путевой структуры, которые будут, скажем так, использованы на территории таких санкарков. Ну и важный момент, если внимательно следить за новостями, на прошлой неделе вышли ролики, которые показали, что были приведены, скажем так, элементы путевой структуры легкой трассы, они вот-вот, они сваривались и должны быть скоро в ближайшее время подняться на промежуточную опору, да, и привезли уже, скажем так, еще далеко не полностью, но тем не менее, путевую структуру, которая будет, скажем, для городской и для высокоскоростной трассы, она скоро тоже будет, скажем так, шеваться, и теперь будет подниматься на опору. То есть, все это делается в данный момент. Мы говорим сейчас об инвестициях, мы переходим к предложению компании Skyway Capital, и, в принципе, я буквально два словом скажу. Сегодня вот эта возможность, которая предоставляется каждому человеку, проживающему, неважно в какой стране, это напоминает ситуацию в середине конца 70-х годах, когда получилось свое развитие компьютерной технологии, интернет-технологии, как мы говорим, хай-тек, высокие технологии, которые в первую очередь связаны с информацией, в области капитализации, связи, коммуникации, то есть, передачи видео и так далее, и так далее. В конце 70-х годов такие люди, как Кир Джок, Билл Гейтс, Майкл Белл, говорили окружающим, дайте мне денег, немного, и ты станешь богатым, потому что та идея, которая есть у меня, те устройства, которые планируют выпускать, они будут востребованы огромным количеством людей, соответственно, миллионы людей будут платить за это деньги, а ты будешь на этом получать твои деньги. Кто-то поверил, в такие было меньшинство. Мы сегодня имеем отношение, такая же ситуация, Анатолий Дарвич Юнецкий со своей технологией предлагает абсолютно любому человеку на баре нефлифинансирование инвестируя значительные денежные средства. Ставься владельцем технологии, перспективы которой 30-50% мирового транспорта в рынке, в котором на сегодняшний день денег рутится гораздо больше, чем в сферах технологий. Это очень, скажем так, денежноемкая сфера, транспорт, потому что она затрагивает очень много направлений, от перевозки людей, заканчивая перевозкой грузов, и так далее, плюс куча, скажем так, интеллектуальных систем, которые обслуживают трампы. Вот Анатолий Дарвич сегодня предлагает стать совладелителем технологии в общем-то. В ближайшие несколько лет стать финансово обеспеченным, потому что то, что происходило с IT-технологиями, у нас здесь все будет происходить до разного суда. Мало того, те преимущества, которые в нашей жизни кладут компетеризации, развития IT-технологий, все это будет использовано внутри системы, которая называется сегодня Транснэк. Это новый вид мировой паутины, как мы раньше говорили на презентации. Следующий, скажем так, шаг, следующий технологический уклад. Все, что мы сегодня, скажем так, получили благодаря IT-технологии в крупных городах, это все можно довести в удаленные уголки страны, в удаленные уголки деменции. Начиная, копления электропередач, которые можно устраивать в теплую инструкцию, в локонно-оптические видные связи в высококоскоростной интернете. И позволить освоить те, скажем так, простое нашей планеты, не в плане усугубить экологическую ситуацию и еще, скажем так, угробить какое-то количество земли, там, где сегодня добывают нет, газ и так далее. Нет. Просто грамотно, скажем так, разрабатывать минеральные залежи удобрения, минеральные ресурсы планеты и дальнейшие использования с целью, скажем, сделать лучше жизнь в человечестве. Мало того, данная технология по мере внедрения будет создавать огромное количество высококоскоростных рабочих мест, соответственно, появится какое-то количество новоспециальностей, как это происходило с внедрением технологических интернета. Потому что такой специальности, потому что блогер, да, люди зарабатывают в следующем году, это 15-20 лет назад просто не было. Ну и еще целый ряд специальностей, которые появились благодаря тому, что наши живые шутки. Итак, компания Skyway Capital является на сегодня официальным партнером группы компании Skyway. Наша задача это привлечение инвестиций зарегистрировано в Великобритании. Договор о заключении договора, точнее, видео о заключении договора между Евгением Подрешовым, который руководит нашим проектом Анатолий Дорочий Министин, вы можете найти прямо на сайте Skyway Capital. Есть специальный ролик, который сегодня я не показывал. Наверное, в четверг я покажу ролик, который называется презентация компании Skyway. Он занимает 80 небольших минут. среды мы будем с вами лечить и как его, скажем так, скачать себе на компьютер. Компания Skyway Capital переняла опыт группы компаний Skyway, компания SOS System по привлечению инвестиций и выбрала ту же самую платформу Fraud & Investment. И все, что мы делаем сегодня способствует выведению технологии, разработанной Юницким, на мировой транспортный рынок. Итак, коллеги, задачи, которые ставит перед собой компания Skyway Capital, они с одной стороны простые, с другой стороны, скажем так, это нужно выполнять и активно работать в этом направлении. Первое, это привлечь в программу максимальное количество инвесторов на базе микрофинансирования. В принципе, данную инвестицию тоже можно рассматривать как те инвестиции, которые делают люди, называя себя мультимиллионерами, миллиардерами. То есть, в крупных развитых странах высоко рискованные инвестиции обычному инвестору, не обладающему опытом и не обладая крупной суммы денег, не позволены принимать участие в таких инвестициях. У нас, пожалуйста, вы можете стать владельцами технологии, гарантируя всего 15 долларов и при этом, скажем так, быть, как мы говорим, на конец, стать грамотным инвестором в процессе, научиться, что делать с ями, как работать, скажем, в направлении финансового рынка, при этом, скажем, не рискуя огромным количеством денег, стоим состоянием и так далее. Вот. Далее, создать благоприятные условия для каждого из вас, то есть, не выходя из дома, сегодня абсолютно любой человек может разобраться в информации, получить ответы на вопросы, обратившиеся в службу технической поддержки на сайте, либо в отделе информационной поддержки здесь у нас в Москве, работают более десятков специалистов с 10 утра до 7 вечера, которые готовы объяснить, что мы из себя представляем, что это за проект, что это за компания, какие выгоды для вас несет в себе, скажем так, инвестирование в наш проект и после того, что расскажут, как зарегистрироваться, какие платежные системы вы можете использовать с максимальной эффективностью для вас, по месту вашего проживания вам будет предложен наиболее удобный эффективный способ как стать со владельцами далее компании. И, конечно же, в дальнейшем это полная информационная поддержка каждого отдельно взятого инвестора о том, что мы делаем о новостях развития проекта, о том, что у нас происходит, то есть все это мы берем на себя. Были бы вы целеустремленные и готовы эту информацию, скажем так, впитывать, разбираться, задавать вопросы, ну и становиться грамотным, чтобы доносить информацию до своего окружения, потому что для тех людей, которые у нас сегодня еще принимают участие стабилизацию нашего проекта или своя выбора. И так мы перешли к прайс-листу. Стандартный прайс-лист компании сегодня выглядит следующим образом, как у вас сейчас на экране. Минимальные инвестиции на сегодня составляют 15 долларов США. То есть, инвестируя такие денежные средства, это заметно меньше тысячи рублей, это ближе к 900 рублей Российской Федерации, вы получаете на выходе 450 долей компании. Предполагаемая цена в конце 2017 года на момент выведения технологии на рынок 1 доллар каждой доли будет. Соответственно, сегодня ваши 15 новые превратились в 450. Каждый последующий пакет имеет больше уровень доходности, так называемый дисконт. То есть, сегодня вы приобретаете на минимальном пакете с выгодой увеличения в 30 раз ваших денежных лет, которые вы сегодня имеете. Каждый последующий пакет имеет уровень доходности больше. Давайте рассмотрим на уровень 1000 долларов стоимостью эквиваленции. Это увеличение ваших инвестиций в 150%. Буквально до недавнего времени еще на прошлой деле было 180, когда-то было 220. И вообще на первом этапе, когда люди приходили и сделали свои инвестиции, на самом старте нашего проекта, когда рисковость для вложения денежных средств была максимальная, когда уровень венчурности проекта был самый, что ни на есть, высокий, минимальный уровень доходности составлял 250 раз, максимально полторы тысячи долларов. Сейчас вы видите от 30 до 300. Далее, как я вам говорил, в группе компании Skyway, у нас в компании SkywayCase, есть целый ряд выгодных пакетов, которые вы можете приобретать в расточку. Все это у нас было запущено с конца ноября 2015 года. Сегодня у нас пакеты стандартные, которые называются общий пакет старт сеньор-стабильный бизнес, они для нас стали привычными, 23 января они действуют, на каждом этапе немножко снижаете дисконт при переходе на более, на следующий этап развития технологии. Так вот, сегодня инвестируя по 25 долларов в США на протяжении 10 месяцев, вы можете получить пакет долей компании в размере снижения 2-5 тысячи. И так до пакета бизнес, который 9 месяцев подряд если вы готовы выплачивать по 20 долларов, вы на выходе получите 15 тысяч. Есть еще условия. Условия дополнительные, где вы можете получить дополнительный бонус, если вы помогаете нам развивать нашу технологию, даете информацию своему окружению. Соответственно, если по вашей рекомендации после открытия рассрочек в течение месяца приходит минимум 2 человека, которые приобретают пакет долей компании от 25 долларов в стоимости, вам дополнительно будет начислено от 5 до 63 тысяч акций на премиальный счет по окончанию выплаты вам этой рассрочки. Вот данная информация. У нас появится с 8 этапа пакет бизнес-карта. Это рассрочка на 2 месяца. Если вы готовы выплачивать 2 месяца подряд по 300 долларов США, вам будет начислено 75 тысяч долей нашей компании. А если вы готовы сделать 2 платежа в течение одних суток, то есть не позднее, чем 24 часа проситирует покупку долей компании и делать 2 платеж, вам еще дополнительно начислено 24 тысячи акций. Это выгодно пакет. Далее, по, можно сказать, даже тревогу наших партнеров, проживающих на территории развитых стран в России, центрально-восточной, западной Европы. У нас где-то конца мая-начало июня были вот такие пакеты с номиналом по 500, тысяча, две с половиной, тысячи пять тысяч долларов. Рассрочка, ежемесячная оплата на 10 месяцев. Выгодный дисконт на протяжении 9 месяцев вы можете его плачивать по 65 или по 150 долларов ежемесячно. На выходе вы получаете либо 80 или 194 тысяч пакет долей компании. Здесь есть дополнительный бонус, если вы выяснить условия, которые есть в пакетах, вам еще дополнительно будет начислено от 24 до 68 тысяч. Если вы становитесь так называемым добросовестным платежком рассрочки, вам добавят еще по либо 4 либо 8 тысяч долей компании на ваш премиальный счет. Но панели выплаты. Далее у нас появились новые пакеты, называемые мультипликаторы. Наверное, в первую очередь они выгодны тем людям, которые стали владельцами крупных пакетов долей компании уже на сегодняшний день. Потому что механизм действия данных пакетов следующий. 10 месяцев вы выплачиваете либо 100 долларов в месяц, либо 250 или 500. На момент выплаты оформления сертификата вам начисляется либо 140 тысяч, либо 475, либо миллион 150 тысяч. Но у вас уже на тот момент было оформлено какое-то количество пакетов. Например, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. Соответственно, тем, которые у вас уже начислены пакеты долей, добавляется вот это количество, которое я сейчас выделю в рамках. И на это количество, которое у вас есть в личном кабинете, добавляется либо 1%, если вы брали рассрочку, поступило ежедневечно, либо 2%, на все общее количество долей, которое уже вформлено, либо 3%, если вы брали пакет, инвестирование, скажем так, по 500 долларов, на протяжении в месяц. Вот этот пакет выгоден, в первую очередь, тем, кто уже стал владельцем крупных пакетов долей компании, а с другой стороны, выгоден тем, кто имеет не очень большие пакеты долей, потому что все равно складывается, добавляется 1%. У нас снова начинают работать пакеты на транс, это 3 месяца оплаты, первое, если вы покупаете за 1000 долларов, пакет вам начисляется 150 тысяч долей компании, если не позднее, чем через месяц покупаете еще на 1000 долларов, еще 200, и не позднее, чем нашей компании за 3000 долларов совершенно. Средний дисконт получается 200, он выгоден. У нас остались пакеты, которые действуют на крупные платежи, номиналом 5000, 20000, 25000, 50000 долларов. Если вы приобретаете эти пакеты, у вас есть возможность приехать на территорию технопарка, выставить свое именное дерево на пакетах 10-15000 долларов, это еще и возможность выставить дерево эксклюзивной парой. Далее остались пакеты с бонусного счета, но заметно снижен дисконт. Это пакеты, которые вы можете приобрести только с бонусного счета, если развиваете партнерскую структуру, и с этого счета приобретаете пакеты компании, которые здесь 250 долларов и 4500 в счет. Дисконт выгодный. Это те пакеты, которые сегодня действуют в личном кабинете партнера компании Skyway Теста. То есть фактически в дальнейшем, когда технология выйдет на мировой рынок, у вас есть возможность получать либо прибыли с продажи пакетов для компании, либо в виде дивидендов строительства дорог, и у каждого построенного километра дорог в будущем есть возможность получать процент ежегодно либо на полгода по решению акционеров вам будут нечисляться дивиденды с прибыли компании. Это прописано в меморандуме. Ну и сейчас для тех, кто занимает активную жизненную позицию, скажем так, не все равно какое количество денежных средств у него и сегодня, для тех людей, которые не проще иметь свой дополнительный источник дохода, либо, скажем так, основной большой крупный источник дохода постоянно растущего у нас есть партнерская программа. О ней мы подробно будем говорить завтра в 18 часов. И буквально кратко скажу, что инвестируя 15 долларов в США, вы можете стать очень крупным инвектором, развивая партнерскую программу, потому что у нас еще сегодня не со всех квалификаций уже это, но тем не менее, третья квалификация будет начисление еще на акционный счет. Акционный счет активен, который вы можете реализовывать только на приобретении пакетов долей компании. Соответственно, делай простые шаги, уберяйте информацию с окружением, двигаясь по тому же маркетингу плану, завтра мы об этом поговорим подробно. Вы имеете возможность увеличивать портфель инвестиций в наш проект и стать очень крупными инвестициями. Ваша структура будет быстрее развиваться, большой товароборот. Сейчас делают достаточно большое количество людей. Вас никто не будет заставлять подтверждать эти объемы, квалификации ежемесячные. У нас большой процент выплат по партнерской программе до 20% привлекаемых инвестиций первого поколения и схода до 24 уровня вы можете получать от 7 до 1 десятого. Вас никто не может ограничить количество тех людей, с которыми вы можете поделиться, которым, так же, как и вам, можно разобраться и использовать инструменты для развития бизнеса по партнерской программе, которую встроены лично для моих партнеров. В разделе инструменты партнера есть план вознаграждения, подробно выписывание, рисунки, что он на себя представляет и возможность скачивания этого маркетного плана и описания на свой компьютер с целью более подробного разбирательства и донесения потом самому показывая на планшете на ноутбуке рассказывая людям, что они представляют маркетный план. Реферальные ссылки, благодаря которым у вас начинает развиваться ваша структура. Баннеры, которые вы можете расставлять на свои интернет-ресурсы, блоги, сайты. И эти баннеры в течение 24 часов в сутки могут привлекать ваших потенциальных и действующих партнеров в этом бизнесе. Раздел новостей в личном кабинете также может стать вашим инструментом, если вы будете нажимать кнопки соцсетей, в которых вы зарегистрированы и отправлять туда информацию о новостях, которые у нас в нашем проекте происходят каждый день. Люди могут знакомиться и новостями переходить на интернет-ресурсы нашей компании, нажимать кнопку регистрация. Каждая новость из личного кабинета приказана в ваших компаниях. Живые мероприятия, которые у нас проходят практически каждый день. Вот в этот среду в ближайшую в Москве будут проходить 19-30 гостиниц Татьяна. Ну, в принципе, традиционно по этому адресу мы один либо два раза в месяц проводим презентацию. Мы разыгрываем там в батарее. У нас как минимум три человека выходят. Очень довольны после презентации. в книге «Недесные дороги» и сертификатом подают, что у нас здесь часто. Поэтому, если у вас есть москвичи и подмосквичи, найдите информацию на сайте «Она есть. Растыка была по электронным адресам». Приглашайте своих специальных партнеров на данные мероприятия. Живые мероприятия по целым ряду городов и стран. Они проходят как я сказал каждый день. Обучающие мероприятия в интернете. У нас каждый день проходит большое количество онлайн-мероприятий на целом ряде языков. Это уже проходит и на европейском континенте, и на американском то есть в северном штатах, которые проводят в интернете. Подключилась Африка недавно. Подключилась и Китай, и возможно скоро будет активно развиваться. Китай первый бизнес в нашем проекте. Поэтому мы развиваемся. Сегодня уже порядка 90 стран инвесторов, из которых люди имеют другие нужные средства развития. Конечно же к инструментам еще относятся помимо вебинаров и жилых мероприятий промо-акции, которые периодически случаются в нашей контенте. Ввести эту информацию. Будьте внимательны. Далее. Найти расписание вебинаров и жилых мероприятий вы можете в разделе события расписание вебинаров. Там есть две таблицы. Вы можете посмотреть, кто ведущий, в какое время это начнется. Если это онлайн, все эти взять и потом по ним зайти прослушать данную информацию. Либо видеть телефон тех людей, которые проводят данные мероприятия в своем регионе и дать телефон своим друзьям, знакомым, родственникам, которые могут проживать в тех городах, чтобы они могли договориться и прийти прослушать информацию. На сайте www.unitsky.com мы размещаем подробную информацию о мероприятиях, которые нам дают лидеры, проводящие эти мероприятия, точный адрес и время начала проведения мероприятий в тех городах, где они проводятся. Поэтому это тоже можно установить. В итоге, все, что я вам сейчас рассказал, действительно, это возможность даже при переходе на восьмой это прожить, она не с того сошла. Сегодня очень выгодно инвестирует наш проект и те, кто сегодня это сделают, там также повладительные технологии приобретут все пакеты долей компании, которые они будут владеть и на эти пакеты они будут потом в дальнейшем получать либо дивиденды, либо можно продать по сходности, не дождаться, скажем, когда они до тратинства не это будет происходить. Вы же понимаете, что по мере реализации технологии, по мере ее применения в разных уголоках ремного шара стоимость каждого деления только растения. Поэтому у каждого из вас сегодня есть возможность приложения своих физических, духовных, моральных, финансовых усилий в направлении реализации нашей технологии помочь нам, а мы поможем вам. Даже до момента выхода из технологий международного транспортного рынка вы уже можете стать финансово электричным человеком. На данном слайде наш адрес в Москве. Вы можете нам звонить, вы можете нас посещать. Но только так, чтобы это было организовано, чтобы вы договорились с менеджером, которым мог вас встретить, уделить вам немного времени, 10-15 минут, потому что работа ведется каждый день. Мы, в принципе, здесь у меня затворники, мы людей с удовольствием встречаем, отвечаем на вопросы, помогаем в развитии. с удовольствием. Вот это информация, с которой я вас хотел ознакомить. Если у вас сейчас есть какие-либо вопросы, вы можете их в чате задать. Еще раз хочу сказать, что в эту среду у нас будет мероприятие, которое будет, скажем так, посвящено работе с некоторыми видео-сервисами, как работать, как, скажем, иметь у себя на компьютере больше информации, ну, по крайней мере, видео-формате, либо аудио-формате, поэтому приглашайте своих партнеров, которые хотели бы в этом научиться. Лидия, обращаю ваше внимание, то есть, они с удовольствием с вами пообщаются. Ну, и, возможно, у нас в четверг будет тоже еще интересное мероприятие, скажем так, немножко трансформированное, но, по крайней мере, в этом направлении мы работаем. В четверг – 18 часов. Ну, и партнерские программы, завтра – 18 часов. В пятницу пока на 13, но мы будем думать, возможно, в пятницу будет перебегать на более позднее время. В 13 часов не так много людей приходит в дальневосточный почему-то регионы в Восточной Сибири на спят, вот эту тему для них. Как провести начальный пакет акций? Как приобрести? Олег, для того, чтобы приобрести начальный пакет долей компании, мы так это называем, вам нужно зарегистрироваться, зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Инвестировать». И у вас есть два пути. Вы можете сначала пополнить основной счет благодаря тем платежным системам, которым это возможно сделать, либо сразу с платежной системы оплатить их на сайте. Долларовый пакет и стать его владимцами. Все достаточно просто. Можно даже найти ролики у нас, сколько они старые, но у меня там ничего не поменялось, да? Как приобрести пакет долей компании. По поводу Александра Монкова, знаете, я не могу вам ничего сказать, потому что я не владею никакой информацией. по поводу микрофона, вы знаете, не первый раз вы говорите, поэтому будем думать, может, поставим здесь стационарный такой, на ножке, который просто будет стоять, да, и он более, наверное, эффективно передает звук, тот, который сейчас у меня висит на шее. То, что быстро меняется текст Натальи у ролика, ну, возможно, но тем не менее, те люди, которые умеют читать, да, они в принципе это все быстро прошли. Осмыслить, это уже другой вопрос. Для того, чтобы этот ролик осмыслить, скажем так, его можно посмотреть еще раз, найти на наших ресурсах. Вы знаете, ну, вопрос, а вдруг и низкого не станет, он, конечно, хороший, но генеральный конструктор и владеет собственно, да, индивидуально, он это предусмотрел. Мы ему задавали вопросы, если не следят, не волнуйтесь, этот вопрос предусмотрен, то есть, как бы так, технология не пропадет, и проект от этого, скажем, не вшит. Ну, это передает слова самого любителя. Вы можете найти на наших интернет-ресурсах, знать, где ему вопрос задают, он в виде информации просто отвечает на этот же вопрос. Вот задавали бы вопросы, да, что нужно сделать, чтобы это быстрее реализовать. люди начинают рыться, а вдруг кто-то умрет, а вдруг, скажем так, либо упадет на землю, а вдруг еще что-нибудь произойдет, лихо-менькое какое-нибудь, там, фея убивающего домика, да, то есть, и так далее, и так далее. Можно много чего-то положить. Мало кто может предсказать, скажем так, события своей жизни, хотя бы на день. Не все обладают такими шитерными способностями, там, не все колдуны, не все предсказатели, и так далее, так далее. Но, тем не менее, надо жить, и жить, наверное, надо с мыслями о том, что, что хорошее может завтра произойти, да, а не ждать еще. Я вот подожду еще год, виниться, ну, там, столько-то лет, посмотрю, как его здоровье будет через год. Ну, есть такое право. Почему нет? Мы никого не заставляем. Мы, кстати, никого не тянем, потому что, буквально, я же говорил вам, что в 2014 году показать было нечего, и большое благодарность тем людям, которые, по вере, начинали этот проект развивать. Сегодня нам не то, что есть, что там показать, и так далее. Вы можете приехать сами потрогать. Никому доказывать мы уже ничего не будем, потому что, в принципе, крупные, скажем так, и государственные структуры целого ряда стран, университеты целого ряда стран, да, они уже как бы не думают о том, возможно ли это или нет, а думают о том, как будет успех это применить первыми. Вот такая ситуация. Ну, что, друзья, если вопросов больше нет, тогда я вам желаю отличного вечера, да, с удовольствием с вами встречусь завтра в 18 часов. Ну, и насчет среды я сказал, информацию в личных кабинетах вы можете прочитать в расписании, что у нас будет в вебинарах в 18.00. Я как бы не сторонник там, пиарить его чрезмерно и так далее. Ну, простые вещи мы сможем научиться, и вы, ну, по крайней мере, вам станет немножко интереснее, чем то, что есть у вас силы. Спасибо вам за внимание, больших вам успехов, здоровья, и вы,